Не нужно поворачивать, он может просто посмотреть назад. И причем один глаз может смотреть вперед, другой назад. Один вверх, другой вверх. Да, это как косые люди. Совершенно не зависит. Кто там? Мыша? Дотянется и поможет тебе. Еноты точно так же поступают. Ну да, еноты тоже хитренькие. Ой, кто это? Это петух. Да, пальчики не суйте. Это петух. Это петух. Девчонки и мальчишки. Смотрите, калифорнийский хохлатый кальчик. Очень красивая петуха. Перепел. С ним получается очень красивая фотография. Он прекрасно сидит на голове. Кто хочет сфотографировать? Тогда давайте я вам покажу. Смотрите, кто будет сфотографировать? Я! А вы сюда все в руки остановитесь. И ты тоже. Петухи, вы не мешайте. Потому что перепел у нас будет смотреть все время туда. Чтобы было красиво. Перестань. Мы сейчас будем сфотографировать. А кого первый? А все шестой тоже. Есть небольшие коготочки, но он будто бы очень аккуратный. Класс, Зоряна. Он еще что-то говорит при этом. Он еще говорит что-то надо. Класс. Приятно. Ага, готова. Умничка, молодец. И тебя, конечно. Очень приятно смотреть. Мама, хочешь ты себе? Это у нас мальчик. И это тоже есть кашалоченькая девочка. Привет. Мама, хочешь он у тебя на голове посидит? Ты более яркий. Пап, я тоже хочу. Давай. Класс. А можно мне? Можно. Можно. А, какая прелесть. Капель. Нет, не надо не трогать сережки. Нет, я... Ой, я че это вел? Почему самочки близные, а самки... Очень красивые. Ой. Он там... Что? А, все. Он фирик. Лицо. Лицо, лицо, лицо. Ага. О, о, о. Хотя они тоже очень хорошие бабочки. Если с самочкой что-то происходит, они в состоянии... Артюша, хочешь на голову? Не, не хочешь? Для него очень приятно. Он классный, он очень легкий. Нет. Он не любит, когда его гладит, но будет клевать. Ой, он съезжает. Нормально. У него такой старший, я думаю, что он выйдет. А можно еще раз? В крайнем случае, это птичка в спортлёк и улетит. Можно еще раз? Нет, Занька, мы пойдем дальше. Да. Да, тут у нас... Солнышко, все, ребятки, отходите. Петуха нельзя гладить. Это ты так думаешь. А может быть и можно, не знаю. Это не совсем петух. Да. Это что-то такое. Это падуан, итальянский петушок. На самом деле, выводился можно по спинке. Помните, мы все гладим по спинке. Выводился как бойцовская порода. Солнышко, гладим. Смотрите, какие шпоры. Видите? Ого. Ну что-то пошло не так, солнышко. Ты погладила? Да. Вот умничка, молодец. Вот тут у нас... Дайте мне вот этого. Вот этого. Я гладила. Нет, вот этого. Вот этого вот. Заря, не открывай. Будем гладить петушок? А тут дальше гладим. Дальше. Вот умничка, молодец. Как все дружно. Ну все, погладила, что? Что-то пошло не так, и петушок получился. И посмотрите, кто у нас еще здесь есть. У нас здесь есть курочка, но мы ее трогать не будем. Это девушка, она у нас не дотрога. Голландская белокоплая курочка. У нас прям что-то есть такая, что в Голландии. Козочки камерунские, которые живут на деревьях. Здесь козочка-звездочка. Ее мы гладить не будем. Она у нас бодается. Можно? Ну посмотреть можно, но трогать не надо. Сейчас мы перестали ее выпускать на улицу. Ай, чикопоя. Это было тепло, мы с ней гуляли, а зима это было холодно. Мы с ней перестали выпускать. Валя, пошли. Кто это у нас тут? О, здесь курочки погуляли, видите? Курочки? Да, ну живут они здесь, они хадают. Аккуратно. Давайте только по спинке. Ой, какая мягкая. И пожалуйста, не шумите, потому что у нас маленькая козочка. И ты тоже хочешь козочку подать? Точно ребенку не жарко, потому что сегодня очень поздно. Ходите. Только из-за того, что один не погладил. Я погладил. Все могут погладить. Умничка. Красиво. Называют их молочными. А вот это что? Лимонок? Нет, нет. Тоже отслаивается кожица. Готовится линять. Видели, как меняет змейка? Видите? Вот так вот выйдет из кожицы. Да, выйдет из кожицы. Это ее кожа? Да. Ты видел все? Я поняла. Так же привет. Это кожица вот этой вот, смотри, большой змейки. Но эта змейка тоже скоро будет менять. Называется она маисовый голос. Огладить. Ой-ой. Ой, мама. Это что? Это скорпион. Огарпион. Ой. Давайте встанем шире. Да. Его будет видно тогда. Видите? На свет. Ну, трогать, я думаю, не стоит. Мы не будем его трогать. Скорпион ядовит, но укус не смертелен. Похож на пауков. Нет, пауков не будем трогать. А я его брала на руку. Да. Смотрите. Я паука точно держала. Смотрите, девчонки. Девчонки, идите сюда. А, Маркем, смотри вон туда. Не весь там. Смотрите, сейчас покажу. В ультрафиолете меня это окрас. Вот такой. Видите? Смотри, уже с другого цвета. Смотри, вперед. Есть версия, что они друг друга так по ночам могут видеть. Вот так вот, черный. А в ультрафиолете он вот такой вот. Причем это же не лампочка. Видите, моя рука остается рукой. Красноколенный паук-пицелец. Вот такой вот хороший паучок. А где можно трогать? Нигде нельзя трогать. Нигде нельзя трогать. Видите, какой он лохматый? Да. Если мы сейчас испугаем паучка, он начнет себя щесывать. Вот эти ворсиночки. Они будут лететь до пяти метров. Если они на нас попадут, мы будем здесь все дружно чесаться. И теперь сравнивать с эффектом стекловатый. О боже. Поэтому для любителей поддержать паучка, я предлагаю подойти после экскурсии. Если вдруг что-то случится, будем чесаться вдвоем. А не вся честная компания. Забавно, я его держала, но не чесалась. Но повторять, наверное, не очень. Я же тоже держу. Я говорю, если он испугается. Мы же не знаем, что может произойти. Кто-то стукнет, кто-то грюкнет, кто-то запах ему не понравится. А вот это там что? И туда вся наша драгоценная экскурсия. А что тут? А здесь у нас ящерица, которая всем улыбается. Я вам ее покажу, но трогать ее тоже не буду. У меня новая? Ну блин. Да, она тоже иная. Зарян, отойди назад, ты выше. И у нее очень красиво. Ой, какая она прикольная. Смотрите, какая красивая. Видите? Называется леопардовый геккон. Вообще, это ящерица, которая всем улыбается. Сейчас не видно ее улыбку, но у нее очень прекрасная улыбка. И посмотрите, какой ее толстый хвостик. Толстый. Да, я вижу. Мы называем наш верблюжонок. Там запас питательных веществ в хвостике на несколько месяцев. Представляете? А вот там кто? Она может, никого там нет. Она может без еды и без воды жить не столько месяцев с таким хвостиком. Что? Верблюжонок несколько недель, а вот ящерица несколько месяцев. Представляете, домашний любимец вообще шикарный. В отпуск на несколько месяцев. Не нужно думать, кто там будет стоить. Ты видишь? Нет. Да блин, отойди. Нет, мы по очереди все подойдем и посмотрим. Вот они сидят. Кабусечка живет на деревне. Смотри, как она полет. Видел лапы какие, пальчики. Видел какие. На каждом пальчике у нее присосочки. А она может на потолок? Да, может. Легко. Она везде может. Что? Вот так вот она живет на деревьях. Висит на листочках. Может висеть вниз головой. Ладно. Нельзя. Они очень прыгучие. Они шлюпкие. Они лёгенькие совсем. 350 грамм. Представляете, а то все они как-то... Поехали.